А вот для того, чтобы вы поняли, как ездить дешевле, чем брать все у туроператоров, вот такой сюжет. Когда мне нужна была химия, да и раньше, в череде загранпутешествий, я туроператорами не пользовался. Особенность ее случилась после первой поездки в Турцию. Кстати, про Турцию. Я, наверное, не говорил, но чтобы вы знали. Ниже пятерки и ниже all-inclusive места-то есть, но до пятерки они не дотягивают. То есть практически все по совку. Хотите круто, платите. Хотите поменьше, экономьте бюджет. К слову о нормальной хавке. Я не говорю про норму. Нормой для меня является дом. И то, что круче. Так вот, супер хавка всего лишь в нескольких отелях. Попасть туда, практически разорить любой нормальный семейный бюджет. Я, конечно, понимаю, что сумма в 10 тысяч долларов на неделю с небольшим есть не у каждого. А то, о чем мы говорим. Ну, максимум штука на двоих, и было бы круто. Извините, но экстра хавки за такую сумму вы не получите. Теперь химия. Я на химии у хайдоков практически 50 тысяч долларов. По старым деньгам. Это полтора миллиона рублей. Да, мне дали деньги. И огромное за это спасибо нашему мэру Евгению Тевтелеву, директору ММК Виктору Рашникову, и не владелице магазина Орион, и многим неравнодушным к моей деятельности людям. Если бы это не случилось, я бы мог быть уже на другом месте. Спасибо вам огромное, и век я вам буду кланяться. Вообще понять-то надо, что проще деньги дать взрослому и наделенному мозгами перцу, а еще лучше телевизору, для того, чтобы он вам показал, как правильно лечиться от онкологии. Спасибо, что в Магнитогорске такие люди есть. Так вот, по мере поступления заказов. Если денег немеряное количество, то это США. Может быть, а может и не быть. Дальше. Израиль или Германия. Туда минимум 5-7 миллионов рублей в старом эквиваленте. По-новому в два раза больше, то есть 10 или 15 лямов. Дешевле Турция. И вы хоть согнитесь, но другого варианта нет. То есть 1 500 по старым деньгам и 3 ляма по новому курсу. Тоже жесть. А куда деваться? Ну, хоть лечат то. Причем делают это по самым лучшим стандартам. Дальше, скорее всего, Китай. То есть химия и радио и сама операция в 3 раза дешевле. Кроме всего прочего, надо помнить о китайской медицине. Как и Куба, и это центры по борьбе с онкологией. И вы даже можете не заморачиваться. На Кубе укусы скорпионов. Они лечат рак мозга. В Китае я пока попробовал пчел. Вот только рак они не выводят. Но с этим раком в замороженном состоянии вы можете жить. Еще раз говорю, пересмотрите мои сюжеты. Дальше и супер. Для нормального англоговорящего перца естественен и правилен индийский вариант. Все как у нас. Все тоже, но в профиль. Ни за что денег вы не платите. И получаете результат. К слову, об Индии. Если вы доков в своих заболеваниях, то разговор к вам совсем другой. Когда они назначили мне жизнь от 2 до 4 лет, я, естественно, расплакался. Но когда я рассказал результат о китайской медицине и о ядах, они как-то тем, кто развернули. Теперь другой вопрос. О Кубе. Не знаю, но поеду. И еще раз вернемся к началу сюжета. С раком головы они борются укусами скорпионов. Давайте еще раз поговорим о теме рака. Я точно знаю, что от рака сейчас умрет 65% населения. То есть рак есть у любого человека. Процедура, конечно, говенная, но она круче других, с коими люди живут годами. Теперь, когда она начинает расти. То есть, по сути, наш Господь Бог принял неимоверное мучение и ушел в 33 года. Так сказал Бог, так и случилось. Мы все рано или поздно покинем мир этот и перейдем к Богу. Что же касается рака. Это наша гордость. Наших врачей. Ибо без них мы умирали бы все еще до совершеннолетия. Помните, сколько было ваших дедов и прадедов с бабушками и прабабушками? 10, а то и 14 детей. Рожала каждая мать. Выживали, ну, 4 максимум. Медицина сделала чудо. Но любое чудо наказуемо. И рак в том числе. Теперь еще раз про рак. Он начинает расти, когда вы потеряли иммунитет. Тоже про медицину. Раньше чума косила и гриб. А сейчас нас косит рак. Потому что антибиотики сделали свое дело. А почему же нас еще раз косит рак? Потому что мы едим полное говно из магазина. Не надо этого делать. Не надо. Но рак не косит пчеловодов и тех, кто попадает на укусы. Потому что это главное. Когда иммунитет поддержан, рака нет. Давайте-ка на пчелках проживем. Причем лучше, если вы будете работать с пчелками годами. То есть улей должны у вас жить. Потому что простите. Но скорпионов у нас нет. Да и в лесах вы если найдете гадюку. Если такое случится, то это будет круто. Но простите. Зимой вы это сделать не сможете. Так что сорри. Только пчелы. То бишь, в принципе, понятно. Теперь вопрос. Как по существу ездить и не платить за туристические услуги? А для этого есть интернет. То есть в поисковике, лучше на родном языке, вбиваете место. Откуда и место куда. Только вам надо понять, что дешевле лететь из Москвы. Дешевле, дешевле. А как до Москвы добираться, решайте сами. Наш Магнитогорск в разряде очень дорогих городов. То есть до Москвы, либо из Уфы, либо из Челябинска. Самолет из тех мест дешевле поезда из Магнитки. Как только вы все это купили, другой поисковик. Отели. И в том, и в другом случае оплачивайте через карточку. Есть либо другие платежи. И если собирать все и вместе, то проще и дешевле лететь из дому. К слову о визах. Визы оформляются из вашего города в Москве. Теперь с кем лететь? Походу так получается, что проще брать с собой маму, папу и сына. И это дешевле пятерки, плюс даже питание. Я вам в принципе рассказал, что из всей Турции вы найдете только 10-15 пятерок, где крутая хавка. А так по сути, то что едят турки, китайцы и индийцы. Они все это покупают в недорогих ресторанах. Как и я, кушал пекинскую утку в 10 минутах ходьбы от отеля. В смысле, я там ее брал, а кушал дома. И по сути, получается следующее. Ресепшн, конечно, крут. А номера 9 квадратов. Надо такое? Думаю, нет. Есть, кстати, и замечательные общественные пляжи. Есть недорогой шоппинг в центре города. К этому подходишь не спеша, но рано или поздно вы начинаете экономить. А на сэкономленные деньги познавать мир изнутри. И поверьте, такой мир нам и нужен.